Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. На завтра у нашего президента запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений. В центре внимания торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в продолжении встречи телефонных разговоров, которые состоялись ранее. Как предполагается, будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных тем и союзная. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы. Президенты также обменяются мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе. И сегодня президент России прокомментировал информацию о попытке государственного переворота в Беларуси. Во время традиционного послания Федеральному собранию Владимир Путин остановился на вопиющем факте, о котором стало известно недавно. Речь идет о предотвращении спецслужбами Беларуси и России госпереворота и физического устранения президента Александра Лукашенко и его семьи. В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имея в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – ну, это уже слишком. Все границы перешли уже. А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации. Полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что по сути, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же всё и велось. Сколько бы людей пострадало, как складывалась бы вообще судьба Беларуси, об этом никто не думает. Так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране. Вместе с тем, недружественные акции и в отношении России также не прекращаются.